ПЕСНЯ Так начинается каждое утро капитана Бондаренко. От КПП воинской части, где он служит, до военного аэродрома 5 километров. Несколько минут и ты уже на вертолетной площадке. Велосипед здесь, в гарнизоне, есть практически у всех офицеров. Это их любимые средства передвижения. Велосипед является главным видом транспорта, потому что все рядом. На аэродром, на автомобиле запрещено уезд. А велосипед везде пройдет. Удобен, экологически чистый. Так что пользуются им все. Я в том числе. Как маленький Шанхай. Маленький Шанхай. Так, в шутку, моряки называют поселок Кача на Черноморском флоте. Гарнизон расположен в 20 километрах от Севастополя. Здесь стоит вертолетный полк и база противолодочного вооружения. Раньше каждый мальчишка, выросший в Кача, мечтал служить в морской авиации. Я родился в Севастополе, вырос в Каче. Все детство и юность здесь прошла. Я решил служить в авиации, потому что у меня отец служил здесь в Каче. Я пошел по стопам отца. Я закончил училище по специальности авиационное вооружение. И работал несколько лет вооруженцем. Подвешивал мины, бомбы, торпеды. Снаряжал пулеметы. Сейчас более мирная специальность. Но не менее ответственная. Мины, торпеды и пулеметы – все это для капитана Бондаренко осталось в прошлом. Теперь работать с таким грозным оружием он не может. По канону не положено. Вот за моей спиной находятся вертолеты К-25, которые мы подаем в свои изделия. И они сюда подвешиваются и сбрасываются для поиска подводных лодок. И когда вертолет взлетает, я мысленно молюсь о том, чтобы Господь благословил их труд. И, конечно, они вернулись живыми, невредимыми. Капитан Александр Бондаренко командует группой, которая оснащает самолеты и вертолеты уникальными приборами. В этих кассетах, в специальных ангарах, хранятся радиолокационные буи. Еще 10 лет назад на изделиях под кодовым наименованием «Жетон» стоял гриф «Секретно». Вот это радиолокационный буй, который необходим для обнаружения подводных лодок и передачи информации на самолет или вертолет. Оттяжку. Оттяжку туда. Смотрите, что мне цепилось. Перед каждым торпедометанием группа Бондаренко подвешивает кассеты с приборами на вертолеты и самолеты. Радиолокационные приборы позволяют обнаружить подводную лодку противника практически на любой глубине. Без этих средств поиска ни одна торпеда не сможет поразить цель. Она будет попросту слепа и глуха. Господь нам сказал, молитесь непрестанно. Поэтому каждое дело мы должны начинать с молитвы. И, конечно, если каждый воин, тем более летчик, сбрасывая буль, просит благословения, взлетая на самолете, спросит благословения Божия, и, приземлившись, успешно выполнив свое задание, скажет «Слава тебе, Господи!» Я уверен, что Господь будет благословлять, и каждый взлет будет равен посадке. На него до сих пор многие смотрят с удивлением и за глаза называют чудаком. Шесть лет назад, когда Бондаренко решил поступать в духовную семинарию, для командования части это было полной неожиданностью. Тогда-то ему и намекнули, чтобы капитан определился, кем хочет быть – священником или майором. Дисциплинированный, грамотный в техническом отношении офицер. Будем говорить так, никогда бы в жизни я не предполагал себе, что капитан Бондаренко каким-то образом свяжет свою судьбу с церковной службой. Александр Бондаренко ничем не выделяется в кругу своих сослуживцев. Он также, как и все, занимается боевой подготовкой, несет дежурно-вахтеную службу. В морской авиации он отслужил 20 лет без малого. 20 календарей, говоря по-военному. Однако в звании капитана он уже 11 лет. Случай по нынешним временам редкий. Тем более, если учесть, что за время службы у капитана Бондаренко не было ни одного взыскания. Я остаюсь в воинском звании на сегодняшний день, не уходя из армии, потому что сегодня пока нет военного духовенства, такого института. И вот мое служение – это одна из попыток. И насколько она идеальна, конечно, трудно судить, это время покажет. Быть действующим офицером и священником – крест не из легких. До сих пор у батюшки нет отдельного жилья. С детьми и женой он скитается по съемным квартирам. Хорошо хоть в семье полное взаимопонимание. Отца Александра в его трудах полностью поддерживает супруга. Матушка прошла вместе с мужем через все гарнизоны, где ему выпало служить. От Сафонова на Северном флоте до Качи на Черноморском. Когда я был маленький, смотрел часто фильмы про рыцарей, про богатырей наших, защитников Отечества. Мне всегда хотелось тоже одеть такие латы, кольчугу, поручи, меч, именно защиту. Когда я стал военным, к сожалению, сейчас уже не приходится одевать кольчуги. Но Господь сподобил меня стать священником. Когда я облачаюсь в одежде священнической, я снова вспоминаю эти далекие времена детства, когда приходилось, когда хотелось одевать эти доспехи. Потому что, когда одеваешь священнические доспехи, молишься Богу о том, что Он благословил нас на ратный подвиг, на духовный подвиг. В доспехе священника капитан Бондаренко облачается по выходным, перед праздничным и воскресным богослужением. Впрочем, это у капитана Бондаренко выходной, а у отца Александра церковная служба. Четвертый год у нас в храме служит второй священник, Ирей Александр Бондаренко, который одновременно является и действующим офицером Черноморского флота. Конечно, служить ему очень трудно, сложно, потому что совмещать два таких служения, но с Божьей помощью у него все получается. Отец Александр служит в Адмиралтейском храме святого Владимира в Севастополе. Этому собору 150 лет. Здесь каждый камень дышит историей. Даже на церковных стенах установлены памятные доски. На них имена тех, кто защищал эту землю во время первой героической обороны Севастополя. Мне посчастливилось служить в этом замечательном храме, который является не только духовным центром, но и памятником первой героической обороны Севастополя. В нем захоронены четыре адмирала, героя обороны Нахимов, Корнилов и Стомин, и их учитель, адмирал Лазарев, которые явили своей жизнью и своей смертью образец служения своему Отечеству. Билости Божия, Царство Небесного, и оставление грехов, и у Христа Бессмертного, Царя и Бога нашего... Сегодня в храме скорбный день. Здесь теперь каждое лето совершается панихида по матросам и офицерам, погибшим на подводном крейсере «Курск». Из 118 членов экипажа 12 были родом из Севастополя. О смерти должен помнить каждый, ну и особенно, конечно, воины. Православное воинство, которое защищает свое Отечество, стоят на защите своих рубежей. Они первые, кто вступает в брань, первые, кто отдает свои жизни. И, конечно, нужно быть в этот момент чистым, светлым, чтобы никакой грех не мог помрачить этой светлой встрече души с Богом. После панихиды батюшка отправляется к морякам. Еще 10 лет назад человека в рясе с крестом не пустили бы и на порог воинской части. Сегодня приезды священника ждут и на кораблях, и в береговых соединениях. В батальоне связи недавно осветили знамя части, а теперь планируется строительство мемориального храма. Это будет первая воинская часовня на Черноморском флоте. Ее построят рядом с памятником солдатам и матросам, погибшим за Севастополь. Роман Хванифович, хотел предложить, смотрите, у нас как раз на этом месте же находится сейчас памятник героям Великой Отечественной войны, вашей части. Можно будет имена их запечатлеть внутри, в самом храме, на стенах, сделать доски памятные, чтобы это было, как в Владимирском соборе, чтобы все матросы, которые приходят сюда, воспитывались на этом примере. Христос воскресе! По истину воскресе! Отец Александр проповедует и на суше, и на море. В прошлом году на Пасху он осветил малый противолодочный корабль «Илья Муромец». С тех пор такая традиция появилась практически на всех кораблях Черноморского флота. А недавно батюшка совершил первый чин освещения офицерских кортиков. И самолеты освещали уже, и корабли освещали. Во-первых, знамена наши, андреевские флаги освещали на могиле наших адмиралов. В нижнем храме Владимирского собора, в усыпальнице. То есть, в общем, традиции поддержки возрождаются. Ну и я уверен, что воскреснет Русь. Илья Муромец – так называется и военно-патриотический клуб, созданный крымским казачеством. Игорь Бондаренко, старший сын отца Александра, победитель первенства клуба по русскому рукопашному бою. Так что смена у батюшки растет достойная. Когда капитана Бондаренко рукоположили в священники, у него было двое сыновей, а теперь уже трое – Игорь, Александр и Михаил. Самому младшему недавно исполнился год. Кем он будет, сказать сложно. А вот старший уже твердо решил стать военным священником, как его отец. Терняшка напоминает жизнь священника? Терняшка напоминает нашу жизнь. Вторая полоска – белая и черная. Потому что бывают дни радости, веселья, бывают дни скорби. Но всегда понимаешь, что после дни скорби будет дни радости. Но их должен быть готов, когда радостно, что могут приступить к скорби, это все принимать безропотно, с терпением. Радость жизни благодаря Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова